Приехали в Берегово, посмотрите, какой красивый дом. Интересно, что же это? Сейчас подойдем по билежи. Береговская гимназия. Какая красивая гимназия. За деревьями плохо видно. Посмотрите, как красиво. Мне это напоминает университет в Черновцах. Кто был? Красиво. В такой красивенной гимназии хочется учиться. Берегово – это город Закарпатской области Украины. Основной центр венгерской культуры в Закарпатье. Расположен в 5 километрах от венгерской границы. Известен своими термальными курортами. Город Берегово был основан венграми в XI веке. Изначально назывался город Лампардхаза. Был основан принцем Ламбардом. В 1240-х годах город был разрушен татарскими войсками. Ради восстановления города и заселения территории, король Белла IV пригласил немецких переселенцев из Саксонии. Саксов, от имени которых город и получил свое современное название – Берег Сасс, которым предоставил определенные торговые привилегии. Какой красивый дом. Пойдем посмотрим, что это за дом. Люблю разные скульптуры на домах. Вот это красивое здание. Это Закарпатский угорский институт имени Ференца Ракути. Вау, какой красивый институт. У меня нет слов. Конечно, Шевченко у нас тоже очень красивый в Киеве, но я приятно-приятно удивлена. Затем город еще трижды уничтожали татары, польские войска и войска Габсбургов. Карл VI Габсбург забрал город и в 1728 году передал Шенберном. Я уже снимала видео про чудесный замок Шенбернов на Закарпатье, который можно посетить в наши дни, и про парк Шенбернов. Ссылки на эти видео можете увидеть в верхнем углу экрана и в описании под этим видео. Сейчас в самом городе венгры составляют большинство, около 48%. В Береговском районе их доля и того выше, 76%. В городе живет 25 тысяч человек. Тем не менее, это один из самых колоритных городов Украины. В центре города есть небольшая пешеходная улочка, 100 метровка. Берегово, кстати, это город-курорт. Сюда едут люди со всей Украины ради термальных источников. Мокренькие, да? Сюда? Да. КОНЕЦ КОНЕЦ Это что молоки для тебя подарок? В этой. Нет. В этой. Вот это да! Что же? Смотри какой подарок. Вот это желуди. А на каком дереве растут желуди? На дуке. Правильно! Умница! Через город протекает канал Верки. Соединяющий речки Баржава и Латарица. Достопримечательность. Закарпатский венгерский институт имени Ференса Ракоци II. Он готовит наибольшее на Украине количество бакалавров по венгерской филологии. Венгерский театр. Католический собор XII-XV веков. Графский двор, принадлежавший трансильванскому графу Габару Бетлени. Гостиница Орослан, здание казино. В городе находятся обширные винные подвалы, поскольку большинство невысоких гор засажены виноградниками. Вот такие узенькие улочки. Необычные, как для меня. Где-то даже на одесские похожи. Дворики и не одна машина. Воскресенье. Вообще здесь верующие люди очень. И это очень видно по городу. На этом канале еще много видео про различные места Закарпатия, которые стоит посетить. Потому рекомендую подписаться на канал. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Мне будет приятно. И вот так вот все надписи в городе на двух языках. Венгерский и украинский. Зеленка хочет на площадке поиграть. Я вижу, что здесь очень много темнокожих деток. И как-то так странно. И говорят они по-странному. Ну как твои ощущения от города Берегова? Понравился, не понравился? Есть красивые места. Есть не очень красивые места. А вот у меня такое ощущение, как будто бы мы с тобой где-то по Венгрии гуляем. Потому что названия всех улиц, они написаны на двух языках. Украинский и венгерский. Есть у тебя такое? Да, даже на сетях крупных там магазинах. Или там OTP-банк, или Allo-магазин, аптека, медсервис. Везде подписи на венгерском. Да, да. Только логотипы совпадают. Да, и люди говорят, да, на каком-то не нашем языке. И очень много людей темнокожих. Вот цыгане, венгры, они же очень близки по крови. Поэтому как-то так необычно. Вот мы приехали в санаторий Жайворонок, который известен на всю Украину своими лечебными водами. По составу они очень близки к составу воды в нашем селе Валятыно. И, несмотря на карантин, людей здесь очень-очень много. Все, конечно, в масках, но все равно небезопасно. Еле нашли место на парковке. Мы заехали просто посмотреть. Вот карты комплекса. Бассейны мы не увидим, они внутри. Ну вот, мы находимся вот здесь. И вот такая территория. Там детские бассейны с лечебной водой. Вот даже мини-зоопарк. Вот он там есть. Разные зверюшки гуляют. Ну, возможно, если немножко спадет коронавирус, мы приедем сюда в бассейн. Зарянка очень любит плавать. К сожалению, к бассейну мы не можем пройти, посмотреть. Мы сегодня не готовы. Мы думали, что это все не работает из-за коронавируса. Но людей очень много. Все места на парковке заняты. Люди хотят оздоровиться минеральной водой. Посмотрите, какая красота. Вот здесь растет виноград, с которого делают вкуснейшее-вкуснейшее вино. Хатнар. И рядышком вот там Чизай.